Козероги, всем привет! Меня зовут Анна Карпеева и это прогноз на апрель месяц астрологический для вас. Чего вам ждать в апреле? Козероги, ну что я вам хочу сказать? У нас впереди будет затмение. Затмение, связанное с вашим домом, с вашим местом рождения, с вашей семьей, с вашим местом жительства. Возможно, и вас ждет перемена местожительства после этого затмения. Также второе очень знаменательное событие, которое нас ждет в апреле, это ретроградный Меркурий, который будет сопровождать это затмение, тоже в сфере, связанной с семьей, местом жительства, недвижимостью. И вполне вероятно, заставит вас обратить внимание как раз на эти решить вопросы. Если у вас есть недвижимость... Кстати, смотрите, вот, очень важная история, пока не забыла. Ретроградный Меркурий в доме оформления недвижимости. Что не нужно делать? Заключать договора с арендой, с продажей недвижимости, с покупкой недвижимости. Ну, с продажей, в принципе, то такое, да, то есть, если вы продаете, то вам какая разница. Но будьте внимательны, могут быть какие-то сложности в документах, либо какая-то история, связанная с документами на недвижимость, либо вы переписываете на кого-то недвижимость, и это может быть там какая-то сложность, либо не так написали данные какие-то, либо задержки в какой-то инстанции, которая занимается оформлением документов. Также переоформление документов и, как вариант, обучение на дому. Вы будете, можете какое-то время находиться дома и получать какое-то дополнительное образование, которое вы давно забросили, но у вас вдруг появляется возможность для того, чтобы этим заняться. Также это вопросы, связанные с семьей, с родителями, с вашей семьей, которую вы создали, и с семьей, в которой вы родились. То есть, фокус внимания весь там. Почему? Потому что как будто вас что-то заставляет сидеть дома и заниматься этими вопросами. Возможно, вы будете тратить деньги, кстати, на это, потому что планета Венера любви и денег тоже в апреле будет находиться в вашем доме семьи. То есть, семья потребует вашего внимания. Смотря на то, что у козерогов есть такая вот история, связанная с лунное затмение, которое у нас было в марте 25-го, оно могло создать у вас какие-то сложности на работе. Либо же у вас должность изменилась, либо как бы у вас произошли какие-то изменения, связанные с вашей карьерой, и теперь вам придется больше времени уделять своей семье. Либо у вас изменения в статусе. Может, вы ребенка родили, или у вас произошли какие-то изменения, связанные с семьей, которые полностью затрагивают все ваши сферы жизни. То есть, взаимоотношения, вашего личного снова роста, вашу карьеру. И это все как бы на вас наваливается. И вот вы как бы в таких вот событиях. Возможно, вам нужно принимать решение относительно переезда, о смене места жительства тоже как вариант. И вот это солнечное затмение, оно говорит о том, что вот тебе нужно что-то новое здесь произойдет в этом доме, связанном с семьей, с недвижимостью, с местом жительства. Но будьте внимательны, потому что Меркурий будет ретроградный. И это говорит о том, что может повторяться какая-то ситуация, о том, что могут происходить какие-то изменения, связанные с вашими родными. И опять это повторение чего-то. То есть, вам опять нужно заниматься. То есть, возможно, вы уже устали переезжать, вам нужно опять переезжать, либо принимать какое-то решение про недвижимость. Ну и, в общем, вам это не очень доставляет удовольствие. Следующий момент, который стоит обратить внимание, Марс, планета активности, планета, кстати, там, где и ваша активность, и ваше внимание будет на ближайшие полтора года. В апреле месяце фокус внимания на ближайшем окружении, родственниках, общении, слухах, коммуникации. Возможно, вы обучаетесь чему-то. То, что, кстати, то, что вы сейчас обучаетесь, я очень советую всем козерогам обрести новую профессию, потому что то, чему вы научитесь за этот период, я говорю не только про апрель, а в принципе про период полтора года, такой он у козерогов, у вас может появиться потом в связи с этими новыми навыками. Вы получите новую работу, вы получите новый источник дохода, поэтому, как бы сейчас ни происходили у вас события в апреле, знайте, что в будущем у вас будут новые возможности. То есть не нужно там переживать. Следующий момент с 17 по 24 апреля у нас будет на небе сохраняться такой аспект возможностей, который может расширить вам удачу. И вот как он резко прийти какое-то предложение, резко произойти какая-то ситуация, связанная с какой-то идеей, вспышкой идеи, вспышкой какого-то озарения. Это все будет в доме, который означает людей, которых вы любите. То есть это могут быть любимый мужчина, любимая женщина, дети, это может быть какие-то творческие ваши проекты, это могут быть романтик, резко. Вы можете, возможно, влюбиться или резко к вам приходит какое-то такое вдохновение, которое позволяет вам принимать решения. То есть не упустите эти возможности. Но еще, поскольку эти возможности у вас происходят в доме детей, вы там случайно, возможно, не забеременеете или, возможно, вы забеременеете. Поэтому, смотря козероги, кстати, те, которые хотят иметь детей, вполне вероятно резкая новость о том, что вы беременны, она может проявить себя. И, значит, полнолуние 23 апреля произойдет полнолуние, оно будет у вас тоже на оси, кстати, 5.11. Во второй половине апреля козероги не забеременеете ли вы часом, либо же у вас придет какая-то идея, связанная с каким-то проектом или творчеством, если вы творческий человек. Если вы связаны с онлайн, либо с какими-то услугами, связанными через онлайн, возможно, вы айтишник, либо работаете айтишником, возможно, вы блогер, это прикольный период, связанный с всплеском каких-то идей и с ростом подписчиков. Ну, это тоже интересная история. Также полнолуние даст вам возможность увидеть свое окружение, возможно, даже, ну вот, помощь какая-то извне вам придет. То есть здесь резкая помощь какая-то может к вам прийти от ваших покровителей, либо от ваших друзей. Ну, смотрите, это все. Удачного апреля, козероги, до встречи, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, для меня это очень важно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok